Салам алейкум, зрители телеканала Дикий. Сегодня Бухаре проходит один из самых вкуснейших фестивалей. Это праздник Сочной Дыни. Здесь будут представлены самые лучшие сорта со всей республики. Давайте не упустим такую возможность, немножко прогуляемся и потом отправимся на рыбалку. Начиная с древних времен, узбекская земля славится своими ароматными дынями. В средние века фестиваль Дыни отмечались очень пищным празднованием, когда зихкане за день до фестиваля звали всех соседей и родственников, чтобы угасить их душистыми дынями, а также давали несколько дынь с собой на зиму. На сегодняшний день фестиваль «Праздник Дыни» пройдет под девизом «Щедрость священной бухарской земли». А также в рамках мероприятия пройдет демонстрация других бахчевых, фруктов и овощей. Арбузы, тыквы, яблоки, груши, виноград, персики и слоеный хлеб. Все, чем славится регион, можно увидеть здесь, посетив эту ярмарку. Здесь же пройдет концертная программа, фестиваль фольклорных групп, а также театральные представления и другие культурные мероприятия. «Праздник Дыни» «Праздник Дыни» Сотни сортов этих дынь не могут оставить равнодушным тех, кто хоть раз их попробовал. Я сейчас познакомлю вас с некоторыми сортами, которые редко встречаются в других местах. И она считается одной из старейших сортов дыни на территории Средней Азии. Этот праздник отметят во всех районах и городах Бухарской области. Фестиваль направлен на возрождение всех традиций и выращивание бухарских сортов дынь и привлечение большого внимания фермерских хозяйств. Это один из моих тоже любимых сортов. Называется Амири. Ведь Маймир любил этот сорт. Так и назвали честь мира. Очень вкусная дыня. Внутри он очень желтоватый. Тоже во рту тает, тоже весельные сорта. Если будете в Узбекистане, в Бухаре, советую вам попробовать эту дыню. Верганская долина, Джизанские, Бухарские и Самаркандские регионы из года в год хвалятся своими вкусняшими плодами, выращенные с любовью на фоне чистящей природы. Надеюсь, у меня получилось передать вам все богатство и щедрость бухарской земли. Субтитры создавал DimaTorzok Ранним утром я выехал на рыбалку со своей знакомой и выбрали мне непростое место. Это одна из ветвей знаменитой реки Амударьи, река Аму-Бухара, с быстрым течением и мутной водой, в которой протекает по пустыне Козылку, бухарский оазис. По путности Амударя занимает одно из первых мест в мире. Река Аму-Бухара расположена в 60 километрах к юго-востоку от города Бухары. Средняя продолжительность поездки на машине занимает около двух часов. С правой стороны нас встречает та самая река Аму-Бухара, на которую мы держим наш путь. А по левую сторону виднеется огромная синяя гладь озера Хадичи. Здесь синее небо сливается с водой, а береговой ландшафт облегает всю эту красоту. Нам удалось запечатлеть стаю диких птиц, которые нежатся на солнце. Но несмотря на эти живописные уголки природы, мы продолжаем свой путь. Остается совсем немного до конечной цели нашего путешествия. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня я приехал на рыбалку с прекрасной девушкой Юлей. Она не так давно начала увлекаться рыбалкой, но об этом мы поговорим чуть позже. Всем привет! И выбрали мы сегодня очень красивое место, где два потока глинистой реки сливаются в одну реку. А наша цель сегодня поймать усачье. Надеюсь, нам повезет. Рекаму Бухара Бухара славится своим изобилием рыбы. Но есть одно но. Почему многие рыбаки сюда не приезжают? Это быстрое течение. Именно поэтому многие рыбаки обходят стороной эту реку. А зря. Здесь водится около 40 видов рыб, которым нужно найти свой подход. Ольбек, а почему мы будем использовать такие тяжелые грузила? Здесь течение очень большое, сильное течение. Приходится потом использовать вот такие грузила. Это еще, в принципе, нормально 200 грамм. Я еще с собой привез, по-моему, 450 грамм они. Приходится надевать вот такие тяжелые грузила. Так, вот у нас груз. Я его сделал скользящим. Вот скользящий он, смотришь? Да-да-да. Здесь у нас будет крючок с наживкой. Если поклевки будут, грузила будут на месте стоять. Поняла, да? Да. И поклевки нам будет заметно лучше. Поэтому 200 грамм груза, мне кажется, достаточно весело будет. Понятно. Сейчас мы насадкой насадим. Ага. И сделаем забросы. Вот. Ловить будем сегодня на червя, на жидком мыс. Выползки. Вот, чуть-чуть. Ага. Пучок такой сделаем большой, чтобы нам попалась большая рыбка. Да, большая рыба. Большой сом. Да. Нет, сом-то нет. Мы сегодня с тобой рассчитываем на лысача. На лысача? Да, всегда лысача будем. А ведь... Такой пучок мы сделали. Надеждой поймать большого лысача. На лысача. Здесь, конечно, нам повезет. Ну, забрасывай. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ух. Ловись, рыбка большая и маленькая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это знаешь, почему? Это вот течением водоросли приносят. Вот они цепляются об леску, и вот так они нагибаются. Возьми колокольчик, я сейчас подниму. Сейчас мы его почистим, и обратно с тобой перезаблюсь. О, посмотри, сколько мусора там. Ты? Да, да, да. Вот. Все вот это водоросли, тина, все, что есть, все наматывается на леску. Да, вот это все наматывается. И когда вот рыба клюнет, смотри, они сейчас не сможем его вытащить. Видишь, леска тормознется, и приходится бежать вот так дальше, чтобы рыбу вытащить. Вот единственная проблема, вот в этом, смотри, как течением вот это все применилось. Смотри, давай почистим ее. Кстати, у нас и наживки, кажется, нет уже. Все, да. То ли креветки их разъедают, я не знаю, вы метки ничего с нами. Да, нету. Может течением снесло вместе с водоросли. Может быть, или креветки. Здесь креветки очень много. Надо потом кончики тоже, по-моему, почистить нам делать. Сейчас почистим. И обратно будем делать перезаброс. Кажется, все по одному надо, нам будет менять сейчас. Вот и наша долгожданная первая покраска. Это именно тот момент, ради которого мы приехали на рыбалку. Начало положено. Ну, что-то небольшое, кажется. Посмотрим сейчас. Есть. Давай, давай, рыбка, давай. Есть у нас. Давай, давай. Ну? Кто-то есть. Вау, какой большой. Это кто? Это у нас усач. Это усач, которого мы так хотели. Возьми руки. И он еще живой. Нет, я пока его не буду брать. Смотри, как вылез. Он уже сам вылез. Смотри. Какой красавчик. Первый наш улов. Первый наш улов. Амударинский усач. Усач. Красавчик. Это его знаменитые усы. Смотри. Смотри на его окраску. Честно, красивый. Красивый. Он же переливается, как серебром. Как серебром переливается. Перламутровый прям блестит. Еще и звуки издает. Ты еще никогда не поймала такого? Первый раз? Нет, такой я ей... Нет, первый раз. Хочешь подержать? Нет. Почему? Попробуй. Давай, держи. Держите сами. Держи, держи, попробуй. Нет, нет, я не смогу. У меня выскользнет. Красивый. Красивый. Какие-то звуки еще? Звуки издает. Гора мышц. Да, очень юрливый такой прям вообще. Ну, сколько мусора. Надо снять. Вот полчаса, как закинули удочку. Сейчас вон сколько мусора собралось. Сейчас нужно проверить. Если не осталось наживки, наживку нужно сделать новую. А крючок-то у нас пустой. Или течением унесло, или креветки скушали. Ой, Бек, поможешь насадить новые, новых червей? У тебя это получается лучше всех. Давай, тебе помогу. Юлечка, у нас новых червей нет? Нет, свежие есть. Ну, свежих, новых. Давай я тебе, мам, сейчас садюся дерево. Вот так насадим. А вообще, Юля, ты давно вы, конечно, работаешь? Ну, не совсем давно, сказать так, недавно. У меня сын с друзьями решили как-то пойти на речку. У нас там возле дома речка, недалеко. Решили пойти порыбачить. Ну, я решила вместе с ними. Ну, мы пошли в первый раз. Поймали маленьких рыбочек, карасей. Сазанчики маленькие тоже были. Вот. И как-то понравился вот этот весь процесс. Ну, потом я решила пойти. Мы тоже удочки взяли и себе, и сыну. По возможности, когда можем, выезжаем. Да, когда свободное время. Когда свободное время, да, естественно. А первая рыба, ты, которая сама поймала, это какая рыба была? Как она называется? Плотва. 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 Ну, я же еще только начинающий рыбак, я еще не знаю всех рыб. Плотва. Еще какую рыбу поймала? Карасики были маленькие, сазанчики. Креветки. Даже креветки брали? Да. А вы на креветку брали? Ну, мы сначала ловили, как сказать, на поплавок. Ну, у вас же на домках здесь. Да, да, да. Ну, вот. А мы ловили на поплавок. Вот на такой профессиональной рыбалке я первый раз. И мне очень интересно. Ну, я бы тоже не сказал, что это профессиональная рыбалка. Тоже любитель, как и ты. Ну, я только вообще начинающий рыбак. Просто немного стажа побольше. Вот и все. Так вот, мы насадим сейчас тебе червей. Забросишь. Постарайся, сколько подальше, сколько лучше. Где-то вот, видишь, вот там дерево упало. Да, да. Коряги там. Вот как раз постарайся туда намется. Угу. Да, если делаешь заброс, я думаю, что поймаешь. Хорошо. Попробуем. Поклевки должны быть. В принципе, еще рано. Попробуем. Будем надеяться. Как говорится, рыбаки надеждой живут. Да. На, давай, все, насади и делай заброс. Ловись, золотая рыбка. Тяжеленький. Это тяжеленький. Ну-ка, иди сюда, рыбка. Это что, поклевка? Да, клюет. Походу, кто-то большой. А ты что? Да. Давай я подсакшу. Хорошо, я подсакшу возьму. Угу. А то он начнет куролеть потом ближе к берегу. Давай, иди назад чуть-чуть вот эту, возьму леску. Ага. Да, вот так иди, все. Тяжелый? Да, чуть-чуть крути. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, взяли. Кто там? Усач. Усач, ура! Усач. Это первый такой большой у меня усач. Ничего себе, он, по-моему, больше, чем у тебя получился. Вот мой первый усач, самый большой улов. Я попытаюсь его взять в руки. Конечно, если он меня не... Не бойся, не бойся. Если он не убежит от меня. Вот, он, по-моему, больше, чем первый. Да? Да, это больше, чем тут. Тоже очень красивый. У-ху! Это его знамение, это его суть. Усач. Видишь, вот это и его усач. Он вообще тяжелый. Сколько он, интересно, весит? Где-то полтора. Да. 800, наверное. Тяжеленький. Красный, да, Людмила? Очень. Поздравляю, первый усач. Спасибо. Первый мой усач. Учего положено, я думаю, еще. У-ху-ху! Скорее. Ой, он сейчас уже выпрыгнет. Мне кажется, поклевочка. Есть, есть, есть. Юлечка, дай пацан, пожалуйста. Есть, вон, вон, смотри, как идет. Вот, вот. Вон, смотри, Юль. Хорошенький, слушай. Вот, 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 идет. Иди назад с удочкой, я сейчас возьму. Назад, иди. Туда, туда. В ту сторону. Давай сюда приедем-ка. Взяли. Взяли. Ребят, вот очередной уловчик наш. Усач. Вот оно рыбацкое счастье. Смотрите на него. Где твои усы? Опа. Мы сейчас тебя отпустим, не дергайся. Вот и солнце уходит за горизонт. И показывает нам свои последние лучи. А нам пора освежить все наживки И перезабросить наше удилище. Сейчас, наверное, этим займемся. И будем ждать новых ночных поклевок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова к нам кажется гости пожаловал усач да кажется усач сейчас я его попробую сачок у меня рядом чтобы не упустить такую поклёвку надо его любым способом реализовать где-то рядом ну-ну идем вот он вот все он наш он наш он наш вот наш усачок кстати хорошенький сейчас вот так подниму жалко что у нас юля спит время 12 час ночи вот такой усачь нам пожаловал гости хорошенький ночной усачь гость долго его мощный будем отпусти пусть растет и зима вот наша рыбалка закончилась поведем итоге юля какие эмоции у тебя какие впечатления от этой рыбалки ну я в восторге от нашей поездки от рыбалки вообще в общем от природы потому что это был мой первый крупный улов этот усачь красавец которого я поймала лично мне очень понравилось теперь я отмечу у себя что это моя первая крупная рыба надеюсь следующий раз я еще крупнее поймаю но это было прям восхитительно вот еще когда спала я еще поймал еще одну усачьи жаль что я этого не видела в следующий раз я надеюсь ты спать не будешь надеюсь а так я думаю что надолго запомнится эта рыбалка тебе да мне особенно надолго запомнить потому что это мой самый первый крупный улов пока что ну я так как я еще только начинающий рыбак поэтому надеюсь следующий раз будет что-нибудь покрупнее я думаю еще не раз с тобой поедем да я очень рада спасибо тебе что ты меня вывез в такое место красивое тебе спасибо за компанию ничего попрощаемся с нашими зрителями всем удачи на водоемах увидимся на следующей передаче на телеканале дикий всем пока